Иоанна 6, 63 Вторая часть Иисус сказал слова, которые говорю Я вам суть дух и жизнь В такие моменты лучше понимать, что такое дух Вот И Почему люди выходят сюда Потому что какие-то особые были сказаны слова Или как-то по особенному человек молился Нет Потому что люди чувствуют дух Зримо ощутимо В зале присутствует дух Это огромная привилегия и честь Для церкви быть в Божьем присутствии Потому что Есть два разных Божьих присутствия Одно Это когда даже у неверующих Идут мурашки по коже Это может быть связано Вообще с психологией С тем, что музыка играет На рок-концертах есть похожие и даже более сильные ощущения Также связано с духовным миром Там тоже присутствуют определенные духи Но суть, что это связано с силой Это тебя не преображает Ты просто чувствуешь, что Бог прошел рядом Когда Бог прошел рядом Ты не можешь не чувствовать Но для многих Кто ограничивает познание Бога Именно вот Ищет именно вот этого Мурашек по телу Назовем это примитивным Это Бог прошел мимо Потому что Совершенно другой уровень Божьего присутствия И богопознания Это отношение с Божьей личностью Это не преодолевается человеком Между людьми и Богом Есть качественное различие Что мы люди Плоть И Бог он Бог И поэтому Когда ты чувствуешь Бога Именно на уровне Что Бог пришел в твою жизнь И сказал слово Очень важно Это высочайшая честь и привилегия И Бог всегда смотрит Как ты обращаешь на это внимание Потому что Открывается Бог в личности Это его суверенная Божья царская воля Это ты Никакими телодвижениями Никакой музыкой Никакими своими криками Добиться не можешь Это тебе не принадлежит Более того Со стороны человека Нет выхода на такой уровень Поэтому люди Которые чувствуют Бога Не ограничивайтесь На уровне ощущений Не ищите потом Чтобы вас так же На других собраниях Назовем нашими словами Торкнуло Или тащило Да нет Но Будьте открытыми К Божьей воле Потому что ты можешь Уважать царя Только выполняя его волю Будьте открытыми К тому что Вы заранее Человек должен иметь В своем сердце решение Что Бог То что ты мне скажешь Я сделаю Не приступай К Божьему престолу Без этого решения Хотя бы на один раз На этот раз На это собрание На этот момент Не приступай к Богу Не искушай Бога Потому что Очень часто Когда люди говорят Что Бог Мне ничего не говорит Это обозначает Только одно У тебя нету решения Его послушаться Потому что Бог не позволяет Плюнуть на свою волю Более точно Более теологически Мы чуть отойдем Существует Две Божьих воли Одна явленная И Иисус сказал Я не пришел судить Но Слово Мое В последний день Будет судить тебя Это явленная Божья воля И в этой воле Существует Свобода выбора человека Ты имеешь право Послушаться Имеешь право Не послушаться Ты имеешь Возможность Потому что Право может быть прописано А возможность Не предусмотрена Поэтому в раю Было дерево Познание Добра и зла И ты имеешь Способность Потому что Может быть Право Тебе разрешено Может быть Да Возможность Рука не подымается Вот сюда тянется А сюда нет Поэтому у человека Есть Способность Не послушаться И за это Ты и я Будем судим Последний день А есть Тайная воля Бога Которая Иисус Сказал Что ни птица Не падает На землю Без воли Бога Сложная Тема В церквях Понимают По разному Но понимая правильно Божье всемогущество Мы должны Понимать Что Бог осуществит Только свою волю Никто Не сможет Противостоять Ему Ни по одному Вообще Вопросу Ни по одному Аспекту Ни по одному Решению Просто мы не знаем Мы качественные иные Мы люди Мы не способны Даже понять И вместить Бог Когда приходит В личности Он имеет Созидающую силу Потому что Бог Отец Открылся Как Творец Божье всемогущество Не предусматривает Что Бог Сказал А потом Ему нужно Так напрягаться Чтобы сделать Или вот этот Вопрос Он легкий Вот он не напрягается А вот здесь Посложнее напрягаться Нет Бог написано Что словом своим Создал миры Зажег звезды А самое главное Содержит силой Своей Всю вселенную Поэтому Божья воля Не нуждается В дополнительных Усилиях Когда Бог Говорит Это происходит Все Нет промежуточного Этапа Как у человека Что ты сказал Потом тебе надо Сделать И только потом Произошло Нет Поэтому Не будьте Не будьте Младенцами Увлекаемыми Всяким Ветром Учения Учитывая Он ему говорит Дух Дышит где хочет Говорит еврей Пишет еврей И переведено Дух Руах Дух дышит где хочет И слово его Слышишь За духом Надо бегать Потому что Дух дышит Не там где ты его зовешь Это иногда Совпадает А иногда Не совпадает Объем Божьей работы Намного Больше Чем мы можем Даже попросить Об этом Мы иногда Просим То что Бог и так делает Мы иногда Богу Объясняем Что он должен Вдохновить Привести Воскресить Исцелить Обратить Да Он не делает Это без нас Или он это И так делает Этим мы выражаем Своё отношение А ты выражаешь Своё отношение Существует Всего один вопрос Это на словах Или ты готов Вложиться В это же Или ты готов Стать Телом Христа Его церквью На этой земле И пойти К тем Кого надо Посетить Одеть Накормить Да Поэтому Дух Дух Водит Людей Необходимо Время От времени Отходить От наших Религиозных Привычек От нашего Доброго Понимания Что есть Хорошо И что Плохо Почему Бог Всё равно Над этим И выше Этого Как небо Выше Земли Говорит Господь И мои Мысли Не ваши Мысли И мои Пути Не ваши Пути Мы Не идём По пути Греха Мы Как церковь Стремимся Угождать Богу Но мы Постоянно Втыкаемся Вот в этот Качественный Разрыв Мы Не боги Мы Не бог И нам Необходимо Его слово Чтобы знать Его волю На данный Момент Хотя у тебя И у меня Есть писание Священное И писание Но Его воля Необходима Нам На каждый Момент Жизни И в такие Моменты Бог Говорит Слово И я Повторюсь Не всем Потому что Бог Никогда Не позволяет Собой Пренебрегать Он Даже Своим Словом Не позволяет Пренебрегать Он Тебе Просто Позволяет Позволяет Прожить Имея Его Слово И принимая Решение Чтобы Потом Существует Одна Книга Великий Белый Престол В Откровениях И там Открыта Одна Книга Написано Что Кто В ней Записан Те Спасены Но Точно Так же Открыты Другие Книги Так Они Называются Другие Книги Книги Дел Вот Одни Будут Получать Награду А другие Наказания По Этим Книгам Одна Книга Даст Тебе Пройти В Царство Божья Или Не Даст Но Твои Мои Дела Фиксированы Поэтому Дух И Жизнь Дух От Бога Дает Тебе Жить Жизнью От Личной От Этого Мира Почему Потому что В этом мире Есть Люди Которые Не Верят В Христа Некоторые Вообще Ни Во Что Не Верят Но Они Содержат Дома Престарелых Сиротские Приюты Бесплатные Медицинские Общества Они Едут До Края Мира И Помогают Людям И Мы Знаем О Таких Людях Которые Не Просто Нехристиане А Многие Даже Неверующие Из Освен Сумоли Бухенвальда Сотни Детей Вынесла Неверующая Медсестра Одна Из Причин Почему Об этом Знают Меньше Чем О Других Аналогичных Поступках Она Неверующая Христиане Ее Что это Неверующая Ее Образ Стреляли За Каждый Эпизод Она Сотни Раз Рисковала Жизнью Евреи Посадили Дерево На Аллее Праведников И Поместили Табличку С ее Именем Она Не Исповедовала Иисуса Христа И Чтобы Жить Сверх Естественной Жизнью Недостаточно Быть Просто Хорошим Человеком И Ходить В Церковь Первое Само По Себе Учил Билли Грэм Ты не становишься Автомобилем В церкви Ты не становишься Христианином Более того Очень часто Ты именно Попадаешь В квадратик Доброго Церковного Религиозного Понимания Поэтому тебе И мне Нужны Регулярные Перезагрузки Перезагрузки Мы Меняемся Божьего Духа Другое Место Откроем 12 главу Римлянам Очень Известные Стихи Итак Умоляю вас Братья Милосердием Божиим Представьте Тела ваши В жертву Живую Святую Благоугодную Богу Для разумного Служения Вашего И не Сообразуйтесь С веком Сим Но преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Чтобы вам Познавать Что Есть Воля Божия Благая Угодная Совершенная Итак О чем Учит Павел Разве Он Учит Что Нам Надо Закончить Теологические Заведения Разве Он Учит Что Нам Нужно Не Обязательно Прорваться На какую То Должность Церкви Поклоняющиеся И проповедующие В этом Зале Поэтому Есть У пророка Языки Или Очень Странный Стих Бог Дает Ему Мирную Трость И Говорит Измерь Храм И Измерь Поклоняющихся В нем Потому Что Не Все Имеет Одинаковую Силу И Не Все Имеет Одинаковую Ценность Перед Глазами Божьими Но Бог Ищет Людей Написано Что Глаза Божьи Обшаривают Землю Ища Верных Ему И Павел Когда Описывал Служителей Он Принес Всего Одну Важную Характеристику От Служителя Требуется Быть Верным Иисус Учил Что Когда Возложишь Руку На Плуг Ты Не Имеешь Права Обернуться Назад Поэтому Подытожим Когда Ты Не Имеешь Решения Идти За Богом На Его Условиях Без Своих Условий Ты Можешь Играть Отличную Роль В Видимой Церкви Но Будешь Совершенно Малозначимым В Церкви Невидимой И Узнаешь Об Этому Когда Придешь На Небо Иисус Заранее Предупредил То Что Высоко У Людей Мерзость Перед Богом Потому Что Много Раз К Известности К Власти К Распоряжению Ресурсами К Повелеваниям Человеческими Жизнями Стремятся Люди Властные Амбициозные От Крестовых Походов И До Нас Не Будем Себя Воображать Сверх Людьми Понимаете Поэтому Жертва Живая Ты и я Мы Живые Святые Святой В церквях Больше всего Понимается Как Отделенный От греха Святой Больше всего В понимании Писания Подразумевается Отделенный Для Бога Но ты Не имеешь Конечно же Возможности Быть отделенным Для Бога Если ты Не отделился От греха Поэтому Тебе Необходимо Принимать Решение Идти за Богом На его Условиях И в то же Время Просить у него Силой Противостоять Греху Даже Так Это Трудно Работает Но Тебе Необходимо Быть в одной Упряжке С Иисусом И там Где Святой Дух Если Ты Ходишь За Духом А не Пытаешься Его Затянуть В свою Благочестивую Добрую Хорошую Жизнь Если Ты Бегаешь За Духом Там Святой Дух Другие Духи Чувствуют Себя Скованными Поэтому Люди Которые Служат Богу По Настоящему Мы не Говорим О занятии Именно Какого-то Конкретного Места Хотя Это Не Противоречит Ты Можешь И Занимать Это Место Они Отделяются От Греха Поэтому Даже Еще Как Говорят Католики Блаженный Августин Или Просто Августин Он Учил В Кипящий Котел Мухи Не Садятся Кипящий Котел Мухи Не Садятся Отгоришь Для Бога У тебя Даже Самой Борьбы С Грехом Нету Или Мало Потому Что Ты Увлечен Богом Ты Бежишь За Богом И У тебя Нету Времени Элементарно Остановиться И смотреть В сторону Греха Чтобы Пойти В сторону Греха Ты должен Остановиться Поэтому В Писании Есть Очень Хороший Пример Я Его Всегда Привожу Как действует Вот этот Механизм Он В царствах Не будем Открывать Вы его Все знаете Весной В то время Когда цари Отправляются В поход Описание Ничего Не Говорит Просто Так Иоаф И все Войско И народ Израильский Пошел В поход Давид же остался В Иерусалим Однажды Встав После Обеда Вообще Замечательно Страна В войне Вы знаете При всей Неоднозначности Фигуры Сталина С 22 Июня 41 Года 8 суток Он принимал Людей 20 часов В день В сутки Это же не день В сутки Первые 8 суток 4 часа В сутки Он не принимал Людей Страна Вступила В войну А тут Человек Встал После Обеда Наверное Побежал Работать Нет Прогуливался По крыше Царского Дворца И там Он увидел Что увидел И пошел Дальше Человек Который Находится На войне В Божьем Войске Он не может Прерваться Элементарно Ему даже события Не дают Он участвует В битве Из нее не так Просто выйти Поэтому Святой Больше Обозначает Отделение Для Бога Потому что Можно путем Нравственности Каких-то Нравственных Устоев Запретов Отделяться От греха Дьявол Не против Потеряй Ты жизнь На это Ты просто Станешь Человеком Который На этом Основании Будет презирать Окружающих Ну Пример Тех же Фарисеев Внутри Израильского Народа Он показал Поверьте Мне Это были Гораздо Более Интеллигентные Добрые Люди Которые Постились И молились И десятину Давали Но почему-то Они стали Синонимом Их Объединили Фарисеи Лицемеры Иисус Сказал Горе вам Хотя С точки Зрения Жизни Большинству Всем В этом Зале Они бы Преподали Урок Но Тем не Менее Вот Эта Вот Попытка Имитировать Святость Она Не Удается Она Тебя Приведет Только Что Ты Забьешься В какую-нибудь Комнатку И будешь Отделяться От мира Как ты Думаешь А ты Должен Отделиться Для Бога И Тогда Бог Поведет Тебя Куда Он Пожелает И Тогда Это мы Говорили Про Отделение Для Бога И Освящение Можем В два Слова Выразить Посвящение И Освящение И Тогда Будешь Помазан В силу Того Что Бог Есть Дух И В Писании Больше Всего Дух Ассоциируется С маслом Служение Ассоциируется С маслом Если Бог Признает Тебя И Возьмет У тебя Будет Масло Не Надо Бейджика Что Ты Служишь Богу Но Люди Чувствуют Даже Не Видят Иногда Нету Даже Времени Оценить Твою Жизнь Они Не Живут С тобой Годами Они Чувствуют И Павел Сказал Мы Благоухание Понимаете От масла Идет запах Оно Всегда Со Специями Для Живых Силой Божьей На Жизнь Да Для Погибающих Мы Вонь Почему Они Не Могут Нас Терпеть Поэтому Мы Не Можем Быть Нейтрально Незаметными Ты Можешь Физически Павел Гит Мы Погибаем Но Мы Есть Мы Неизвестные Но Нас Узнают Ты Можешь По Физике Быть Неизвестным Так как На тебе Божье Помазание Потому что Бог Использует Тебя Люди Будут Чувствовать Даже Не успевают Ценить Твою Жизнь Не так Долго Они Будут Находиться Но Будут Чувствовать И Это Служение Богу Вот Об этом Он Здесь Пишет И Он Подводит Черту Для Разумного Служения По Прежнему Не Твоя Воля Не Моя Воля Не Наша Воля Некуда Нас Просто Потащило Потому что Любой Дух Тебя Куда Тянет Любой У каждого Учения Есть Дух И Оно Происходит От Определенных Духовных Сил И Оно Двигает Человека В сторону Каких-то Принятия Решений Поведения Образа Жизни Образа Мысли Это Все Взаимосвязано Поэтому И Не Сообразуйтесь С веком Сим Но Преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Преображение Чтобы Вам Познавать Что Есть Воля Божия Благая Угодная Совершенная Максим Неполно Но Упомянул Из гусеницы В бабочку В русском Языке Не так Много Слов С корнем Метанойя В писании На греческом Покаяние Написано Метанойя Для грека Это изменение Кардинальное Сверхъестественное Изменение Образа Мысли Не думайте Только мыслей Потому что Бытие Определяет Сознание Если у тебя Вдруг Сменилось Сознание Сверхъестественное Бытие Твое Тоже Изменится Не все Не все Бросали В репцентрах Я знаю Людей В церквях Произошло Сверхъестественное Изменение Сознания И после этого Произошло Изменение Образа Жизни Образа Мысли Человек Отменяется Сознание врачи метаболизм. Метаболус, изменение шариков, камешков. Болус – это камешек. Это еще понял Аристотель. Знаете, такой философ? У него было откровение, или он суммировал те знания, которые были вокруг него. Он учил, что человек прямо состоит из частиц. Он не знал слова атома, это мы позднее, молекула. Ну, даже древние греки понимали, люди состоят из чего-то невидимого. Но это частица. Это не эфир, зефир и материя. Знаете, это название ветров. Эфир, зефир. Но сейчас это метаболизм, обмен веществ. Как одно передает другому. Другое слово, оно кто у нас изучает? Бабочек. Это их слово. Метаморфоза. Чудесные изменения. Ряд насекомых имеют двойственный код. И они ползают как весьма некрасивые, кто-то красивый, но красивые для своего вида или некрасивые гусеницы. Жрут все, что не приколочено. В один момент с гусеницей что-то происходит. Она вдруг выпускает нитку и обматывается ей. В этот момент происходит метаморфоза. В ней включается второй код, и она распадается на составляющие. Она превращается в своего рода яйцо, даже еще мельче. В ней даже разделения на белок и желток нет. То есть это набор первичных элементов. И вдруг из этого элемента начинает собираться другое существо. Бабочка. У бабочки не сердце гусеницы, не дыхательная система гусениц, не кожный покров гусениц. Это полностью, совершенно другое существо. Поэтому даже мирское восприятие, метанои, вот этого слова, оно показывает, какую огромную смысловую нагрузку оно несет. Это не имеется в виду поверхность, где ты выучил, что в церкви матом ругаться нельзя, где все друг с другом здороваются и к вечеру сводят скулы, потому что надо улыбаться. Не надо улыбаться. С плачущими надо быть плачущим. Церковь – это не выставка красивой маски. Не обязательно. Можно, ты, если доброжелательный человек, можешь улыбаться. Но не стесняйся быть в церкви собой. И Христос тебя не постеснялся. И пока не стесняется. А не надо играть выученные роли, вымышленные роли. Знаете, как у нас есть шутка про какого-нибудь очередного кандидата в президенты, что ему позвонил Чебурашка и поздравил с тем, что он зарегистрировался. А тот ему говорит, а почему вы позвонили? Он говорит, ну мы же должны вымышленные персонажи поддерживать друг друга. Но не надо быть вымышленным персонажем. Будь самим собой, будь честен самим собой. Вы поймите, что перед Божьим лицом мы прозрачны. У тебя слова нет на языке твоем, а Бог его знает совершенно. Он тебя видит, какой ты есть. Кого ты себя пытаешься изображать, он не обращает на это внимания. Почему? Он-то реальный Бог. И Бог реальности. Он не обращает внимания, когда ты играешь роль в какую-то нереальность. Более того, он обращает внимание, когда ты становишься препятствием для других. В этот момент он уже начинает на тебя обращать роль. Внимание. Поэтому нам нужно преображение иного рода, качественно иного. И вот очень часто именно такие моменты или совокупность таких моментов, как мы здесь сейчас ощущали, она и помещает тебя вот в этот кокон, в котором происходит твое первичное изменение. Потому что спустя годы многие не могут вспомнить, о чем проповедовал проповедник или запомнили один стих, одна мысль, которая у них возникла, на основании которой Бог привел их к покаянию. Они не помнят все, что происходило. Почему? Потому что это и есть прямое обращение Бога. Вот этот один стих или одна мысль, это и есть прямое обращение к Богу. Проповедник, как может, проповедует из Писаний. Почему именно из Писаний? Потому что только на основании Слова Божьего, Писаний, Бог сотворяет чудо веры. Вот, поэтому все Писание Богодухновенно, не вдохновенно, не только тех, кто писал, коснулся Дух Святой. Нет, Богодухновенно. Наиболее близкое место, над которым дышит Дух Божий, это Его Слово. И именно Писание изучать и практиковать, именно надо в этом ключе. Что это наиболее близко к тому, что мы понимаем под Божьим Словом. Божье Слово может быть прямое, потому что в Писании нету стиха «Открой репцентр», а повеление от Бога есть. В Писании есть примеры, нет прямого стиха «Откройте церковь», а повеление от Бога есть. Понимаете? Поэтому на основании того, что ты видишь в Писании, Бог может сказать твою жизнь напрямую. Это не будет противоречить. Не будет противоречить. Но я вам сказал только что ряд повелений, которые впрямую именно такими словами не написаны. Почему? Потому что Бог даже не подразумевает именно, что ты должен открыть репцентр, или ты должен открыть церковь. Нет, Он подразумевает, что Он хочет тебя использовать в Своем творении, где через тебя Он хочет обратиться к другим людям. И Он дает тебе привилегию и честь служить Ему. Для этого не надо занимать именно определенную ступеньку в иерархии. Нужно лишь желание и решение следовать за Богом на Его условиях. Поэтому именно отвечая на этот призыв Бога, на слово Бога, на прямое слово Бога в твою и мою жизнь, мы как отдельные люди, как члены церкви, или как совокупность этих членов церкви, мы и познаем, что есть воля Бога. Не только общее. Общее ты можешь читать каждый день, можешь закончить институт, и можешь думать, что ты очень много знаешь. Но какая именно угодная? Понимаете? Что воля Божья благая мы понимаем даже из-за того, что Бог благ. Или мы те, которых Он спас, освободил, осветил и ведет в свое царство, мы это не понимаем. Мы это понимаем. Это понимают. Христиане это понимают. Бог благ. И воля Его благая. Но угодная. Что угодно Ему сегодня. Когда слуга заходит к царю, он же не только предлагает ему, чем он может послужить, но в первую очередь, даже если он это не произносит, что подразумеваются такие отношения. А что тебе угодно, Господь? Поэтому ярый противник христиан, еще тогда Саввел и Старса, и Бог его поразил. И он спросил имя. Как имя тебе? Что он не знает, как в Ветхом Завете имя Бога написано. В отличие от рядовых граждан, он был прекрасно осведомлен о всех именах. И услышал, что Иисус. И он говорит, что повелишь мне? Вот это правильное отношение к Богу. Когда церковь оперирует понятиями достойный, недостойный плод покаяния, всегда упор идет на отдельные поступки. Но отдельные поступки есть следствие твоего и моего мышления. Поэтому необходимо изменение мышления. И поэтому угодное и совершенное, ни у тебя, ни у меня нету сил жить Божьей жизнью. Или ты сам Божий Дух и можешь себе помочь. Поэтому воля Бога может быть совершенная только при условии участия Бога. Не только, что ты сделал что-то для Бога, чтобы Дух Святой употребил тебя и меня, тем самым помазав, и употребляя переставил как сосуд, с места на место. И будьте как живые камни. Поэтому Бог, если тебя куда-то поставил, не уходи оттуда, пока Он тебе не скажет. Или иди куда-то, когда ты почувствуешь четко, что из этого места уже можно уйти. Может быть, ты не знаешь, куда идти. Иногда наш разум не может вместить. Но ты можешь пойти, как Авраам, который шел и не знал, куда же он идет. А когда пришел, все равно он не мог вместить, что Бог ему приготовил. Тогда ему Бог сказал, а ты ходи туда и сюда. Пройди. И написано, что Авраам начал ходить. И как человек желая угодить Богу, что он делал? Он стал жертвенником. Поэтому если ты хочешь служить Богу, иногда надо ходить. Да, у тебя есть Писание, ты не знаешь, что делать, но ты пытаешься. Почему? Потому что ты хочешь сделать что-то для Бога. И вот уже там, где сойдет Божий огонь, там и приносится жертва. Но для этого должен быть жертвенник. И жертвенник всегда в сердце. Поэтому, когда мы принимаем решение следовать за Богом, на Его условиях у нас открывается вот эта возможность регулярно к Богу обращаться, как минимум. И мы должны правильно воспринимать Его обращение к нам. Более точно этот процесс еще можно выразить, начиная от Ветхого Завета. Адам был создан. Еще древние заметили оригены, мы тоже замечаем, что описывается два сотворения. Одно из праха земного, другое Бог вдохнул. Да? Не буду мучить вопросами, совершенным или несовершенным был создан Адам. Сам факт, что он согрешил. Тогда можем больше использовать слово завершенным или незавершенным был создан Адам. Нет, незавершенным. Соответственно, и несовершенным. Он имел право, способность и возможность меняться. Совершенным или завершенным он стал бы от общения с Богом. Совершенными, воля благая угодная и совершенная, совершенными, завершенными мы сможем, воспринимая и выполняя волю Бога, не повреждая ее. Понимаете? Почему еще важно прямое слово Бога? Поэтому мы совершенствуемся. И так мы подошли к тому, что это процесс. Это не один раз, 20 лет назад, я даже помню, мне однажды пришлось поправлять человека, который даже отвечал за образование в одной церкви. Он все делился свидетельством, как 20 лет назад Бог его изменил. А я выступал после него. Я говорю, а я не хочу рассказывать, как мне Бог 20 лет назад меня изменил. Он меня менял несколько раз с этого момента. Я менялся. Принципиально. Меняюсь постоянно, но могу даже вот прям вот этапы проследить, что я менялся эти годы. Вот это нам необходимо. Поэтому давайте пойдем дальше и откроем 2 Коринфянам третью главу. 17-18 стихи. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Продолжается вот этот процесс трансформации. Духовный человек, пребывая в Божьем присутствии, трансформируется. Это очень часто идет вне логики, даже ей предшествует. Писание есть стихи, что когда ты не знаешь, о чем молиться, сей самый Дух, понимаете? Почему пятидесятники именно так обращают на молитву языками? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, понимаете? Очень часто откровение идет вне пределов логики, просто в силу твоей открытости, как к Богу, так и к посторонним Духам. Иначе бы о чем говорил Павел, что не будьте младенцами, потому что Духи могут входить, но открытым к Богу. И тогда ты регулярно должен искать не своего для Бога, а Божьего, в том числе и для тебя. Божью волю, Божье обеспечение, Божьи финансы. Вторую часть мы ищем очень хорошо. Это всегда вместе. И тогда открытым лицом необходим некий опыт вхождений, поэтому Бог редко, что он тебя возьмет и сразу поставит главным. Наоборот, даже писание учит, так не делайте. Но легко вратиться вслед одному персонажу, который был поставлен главным, ответственным за похоронение, был низвержен с Божьей горы. Но вот после этого опыта, который сводится к тому, что ты познаешь участием, откликом, принятием Божьей воли для своей жизни и отдаешь самого себя в эту волю, ты уже, как правило, это всегда идет задним числом. Ты видишь, как Бог творит. Люди, когда идут, не глядя, они совершают очень часто или глупость, или подвиг веры. Но обернувшись, они видят, как Бог участвовал в их жизни. Потому что я был какое-то время в служении в одном месте и я помню даже людей, конкретных людей, которых Бог употреблял. Я помню, что когда я покаялся, со мной поговорил один миссионер по отношению к остальным, он был даже невысокого уровня, ранга. Он мне сказал, ты понимаешь, что остаться здесь на время реабилитации и даже послужить какое-то время людям, многие это делают в силу просто устоять. Но ты готов без условий или хотя бы, чтобы была цифра зацепиться. Десять лет, ты готов служить Богу десять лет? И мне страшно стало. И десять лет, мне двадцать лет или двадцать один год, у меня вся жизнь впереди. Но я подумал, что правда, это само по себе натолкнуло, немного анекдотичная ситуация натолкнула на то, что да, действительно, не надо ставить искусственные ограничения. Я подумал, да, Бог, если тебе это угодно, я попробую. Не скажу, что ровно, но примерно через десять лет у меня уже был другой уровень. Понимаете, что когда у тебя двадцать лет, у тебя одно мышление, и ты готов многие вещи отложить или даже подождать, но в тридцать лет у тебя уже другое мышление. Можно его выразить в чем-то, там, жениться хочется, детей хочется, какую-то более осмысленную, может быть, работу или род деятельности. Я помню, тоже другого человека, который тоже, он мне рассказывал, что у него были аналогичные периоды в жизни, и он доверился Богу, и Бог его провел. И я пошел дальше. И вот начиная от конкретных таких вот моментов, заканчивая, что просто, если ты доверяешь Богу, то он будет тебя менять, потому что под разные ситуации, под разный уровень служения, под разный уровень ответственности ты должен быть разным человеком. Допустим, когда учат менеджера, в институте его учат по сути, причем особенно на последних курсах, это просто правильно оформлять имеющуюся на данный момент отчетность. Он же все должен сделать по схеме. От него никто не ждет ничего большего. Куда он придет, еще даже не работал. Как-то пытаются это совместить с практикой. Ну вот он пришел, принято одно решение, он так его оформил, и так за него отчитался, и сделал набор усилий. А когда человек растет, от него требуется больше ответственности. А допустим, топ-менеджер, обязательные условия. Понятно, что он знает больше документов, у него больше опыта работы. Допустим, по своему направлению он работал во всех секторах. И он просто элементарно может быть начальником отдела, исполнительным директором, еще кем-то. Знать обязательные условия? Умение работать в команде. Почему? А потому что они сейчас соберутся все умные, все с опытом. А казалось бы, ну это совсем по-другому, чем образование. А у действительно, у больших топ-менеджеров, у них, знаете, какое обязательное условие? Умение создавать команды. Понимаете? В нашем христианском развитии очень редко, что движение идет поступательное. Мы, люди, как склонные к порядку, мы придумали схему. Диакон, пастор, епископ. Да? Исполнители в служении, руководители или координаторы и главное лицо, кто над всеми. Понимаете? Это неплохо, но это всего лишь одна из форм. Это одна из форм, которые просто нам, как людям, проще принять и понять. А у Бога существуют скачковые изменения, сверхъестественные. Да, ты смотришь, допустим, Исайю. Он видел славу Божью в храме. Знаете, чтобы видеть славу Божью в храме, что необходимо? Чтобы тебя в этот храм пускали. Тогда он был священником. Это понятно. А ты видишь, по сути, другого пророка, Амус. И он говорит, я не пророк и не сын пророка, но Бог призвал меня и повелел вам сказать. И у него есть слова, которые открывают глубину его отношения с Богом. Он говорит, что я встал на стражу, на башне, в сердце своем. Не скажет ли Господь что-то во мне? Понимаете? А когда он разговаривает с людьми, он говорит, я пас овец и выращивался коморой. Бог призвал меня. Понимаете? И вот это отношение с Богом как с личностью. Когда ты снял ограничения и заранее сказал Бог, я сделаю то, что ты мне скажешь. Вы поймите, что Бог видит уровень, на который ты способен. Допустим, не всегда и не сразу, и в большинстве случаев Он не вознесет тебя над царями и священниками, чтобы ты пророчествовал нациям. Бог тоже видит, кто перед Ним. Но в то же время у нас сверхъестественный Бог, который может даже это. Поэтому в христианстве вот это существует, это ошибка. После первого сильного преображения, когда ты изменился от Господнего Духа, ты почему-то начинаешь расти опытом, знаниями и тем, как принято. Тогда тем, как принято, Исаия не должен был уходить из храма, а должен был всю жизнь там служить. А он почему-то стал пророком и пророчествовал нациям. А другой должен был затеряться где-то пастухом и огородик возделывать. И Бог его тоже взял пророчествовать нациям. С точки зрения людей работа одного была, да, весьма и весьма. Другой входил в массу из миллионов никому неизвестных людей. Но Бог в виде их сердца Он их использовал удивительным образом. Исаия на вопрос, кого нам позвать, ответил это очень известно. Вот я, пошли меня. Это гораздо легче сказать, чем сделать. Поэтому Исаия больше известен в церквях. Аамус, который встал на страже в сердце своем и построил там башню. Вот этот внутренний процесс ни ты, ни я не можем ни видеть, ни контролировать. Мы можем по каким-то внешним признакам догадываться или не догадываться даже. А Бог видит. Строишь ли ты не только алтарь, на котором приносишь Ему жертвы, но строишь ли ты вот эту башню взаимоотношений с Ним из решений, где каждое твое решение. или для тебя Бог это просто площадка. Откуда ты регулярно орешь то, что тебе нужно. Да? А что? Неплохая площадка. Даже поддержать могут. Если лицо определенного рода еще подойдешь к кому ты знаешь, что надо подходить, поддержит, надо, группу создадут, молитвенную, и вместе кричать будем. Да? А Бог видит сердце. Бог видит, это действительно твоя нужда? Или просто ты привык жить определенным образом? И не надо спекулировать, что если ты будешь жить определенным образом, вы поймите, вы прочитаете конец послания евреям. Там описываются люди верой. Плохо закончили. Плохо закончили все. Для людей там описано. Но они были кем-то драгоценным для Бога, что он перечислил их в своем слове. Но это же были простые люди. На свое время они входили вот в эти миллионы. Это на твой коллектив, да, зайдет священник и зайдет пастух, они разные. А спустя столетия, а спустя тысячелетия, а в вечности. Павел это хорошо понимал. Он же пишет, я бегу, как кто? Как кто фитнесом занимается, чтобы выглядеть хорошо? Или это сердце пошаливать стало, стал бегать? Нет. Как тот, чтобы победить. Победить рывок. У нас у всех один шанс. Называется наша жизнь. Более того, ты не знаешь, на каком году намотана финишная лента. Не может человек себе ни локоть роста добавить, ни лет жизни. Ты не знаешь. А награда же на всю вечность. Понимаете? Поэтому, если ты служишь, если ты в чем-то участвуешь, не думай, что ты Богу сделал одолжение. Знаете, иногда вот такое, что человек, вот он прям, он от себя оторвал и швырнул все-таки на этот алтарь. Ладно. Да нет. Это привилегия и честь. Честь. Человеку честь быть Божьим служителем. Честь. И привилегия. Бог не всем это дает. Не всем дает эту возможность. Он многим и не дает, чтобы ты потом это не бросил. Многие говорят, ну почему бы Бог не говорил бы напрямую? Я говорю, ты пойми, если Бог тебе скажет напрямую, а ты не сделаешь, почитай пророка Иону. Ну прочитай, но для чего нам этот пример дам? Чтобы узнать, что он был душевным человеком и червячок подточил какую-то бахчевую культуру и он опять на солнышке и плачет, что жить не хочет для этого? Или ему Бог сказал идти туда, а он поплыл туда? И, наверное, одна из причин, почему его кит или другой зверь сожрал, ему надо было время успеть компенсировать. Понимаете? Он же там должен был быть. Ниневия должна была покаяться. Он не знал. Он должен был выполнить свою функцию. А Бог знал, что Ниневия покается. Понимаешь? Другой вариант отходить в короне, что я покаял Ниневию. Царство на священство. Вот. Да? Поэтому Бог много раз и не дает, и не говорит, и не обращается. Зачем? Чтобы тебя начать судить? Чтобы тебя зверь съел? Вы вспомните другого человека, который очень плохо закончил, а назван пророком. Ну же с ним ослица начала разговаривать. Более того, у нее некий уровень разумности появился. Она же ему стала доказывать, ну я же тебе служила. Понимаете? Она не была аватаркой. Знаете, что ангел или Бог через нее говорит, и она просто ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она даже, понимаете, даже как бы свою душевную боль ему рассказала. Я тебе служила вчера, третьего дня, никогда не перечила. Это разумность. Некий уровень разумности. И разве я себя так вела? Она его стыдить начала. Разве я себя так вела? И вот большая проблема, что пророк, даже который плохо закончил, его смогла вразумить ослица. Понятно, Бог. Понимаете? Поэтому большая проблема, что Бог может вразумлять пророков через ослов, а ослов не может через пророков. Понимаете? Вот. И это не оскорбление, не шутка. В Писании есть такой стих «Не будьте как ослы, как лошак, да? Которого нужно смирять». В Писании прям есть такие стихи, которые тебя учат не быть таким. И в чем здесь дело? Бог исполнит свою волю, но тебя поволокут обстоятельства. Потому что если не слушается, животное с ним проще. Да, что ему? Более хитрый вариант. Морковка, палка, веревка. Бог, дай мне новую работу, да? Ну надо, чтобы ты там засвидетельствовал кому-то. Ты к Богу не обращаешься, на евангелизацию не ходишь. Тебе неинтересно. Ну тогда ты потеряешь старую работу. Известная же схема, что ты будешь делать орать? Орать? Вот у меня двое маленьких детей. Только один у второго отнял игрушку. Мама узнала. Она не узнала, что один у второго узнал игрушку. Она что узнала? Что второй орет. И она пришла и разобралась. Поэтому младенцы, это не имеется в виду, что ты мало отсюда выучил. Не имеется в виду. Можно прекрасно выучить практически наизусть. Было много людей, которые боролись против Бога, они знали Писание наизусть практически. Но младенец это уровень жизни, где тебя можно только волочь обстоятельствами. Но чтобы ты дошел до спасения, многие подгорелые сбоку или сзади подойдут туда, как бы из огня. Но Бог в своей милости и так спасет. Поймите. Это что касается спасения, оно по Писанию бесплатно. А сегодня от вас по благодати. Божий дар. Через веру. Единственное, что еще от нас требуется, но через веру. За наградой надо бежать. Понимаете? Угождать Богу надо бегать. Быть там, где Божий Дух, это что обозначает? Это ты на себя его сводишь? Или быть там, где Божий Дух. Понимаете? И вот преображение, оно идет всю твою жизнь. Вот здесь написано. Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу. Понимаете? Бог славен. Человек грешен. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. И слава Божья проявляется в самом факте, что Бог берет тебя и меня и вдруг использует. нельзя украсть эту славу. Потому что многие, они покаяли Неневию или открыли служение или заняли в нем какое-то место. И тогда поток славы иссякает. Но люди, которые по-прежнему идут за Богом, потому что они его любят. Понимаете? Дух, он топливо в твоей жизни. Но у тебя должен быть вот этот очаг, эта любовь к Богу, которая горит. И она тебя поведет вне твоей логики. Вне твоей логики. Когда человек любит Бога и двигается под его руководством, по его откровению, он ощущает Бога с той стороны. Трагедия, не знаю, видимой церкви, что мы сидим здесь и орем Богу, чтобы Он не просто пришел, а привел. Хромых, больных, голодных. И мы даже готовы что-то для них сделать. А Бог говорит, я там с ними уже. И те, кто пойдут, понимаете, обнимая нуждающегося, ты чувствуешь, как Христос обнимает тебя. И ты не сможешь остановиться. Люди, которые чувствуют Христа воскресшего в своей жизни, не могут остановиться. И тогда с тобой вот это изменение, оно будет регулярно, непрерывно. Ты будешь продолжать меняться. Нам всем нужно откровение, потому что Павел, человек, который написал, больше всех посланий, которые Бог включил в Новый Завет, мы читаем. Он же не выбирал между дискотекой и евангелизацией, между оплачиваемой работой и полновременным служением. Но Он говорил, Господь, я пойду туда. И написано, Дух Святой остановил их. И тогда они замыслили идти в другую провинцию. И написано, и тут не совпало. И Он спит, и Ему приснился македонянин, который просит, приди к нам. И написано, из всего мы заключили. А почему Бог не сказал, вот, туда я тебя звал? Нет. Потому что идти – это твое решение, твое право, возможность и способность пойти. Поэтому два раза, когда человек хотел угождать Богу, но не так, как хотел Бог, Бог его остановил. Но когда он понял, куда идти, он пошел сам. Понимаете? его не тащили. И это все, о чем я хотел проповедовать сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...